Привет, мои дорогие друзья, гости, а также подписчики моего канала. Сегодня 19 мая и я хочу с вами поговорить о капусте, вернее о подкормке, которая ей так нужна в этот период. Подкармливать капусту мы с вами будем азотным удобрением на основе зеленого удобрения, которое я вам показывала на канале, на основе травы. Весна, как никогда, наши все растения нуждаются в азотном удобрении, в подкармливании, для того, чтобы они выросли сильные и здоровые. Капуста, конечно же, вырастет и другие овощи в любом случае, но от того, как мы будем за ними ухаживать, все это зависит от нас. Удобрение уже готово, настаивалось оно на протяжении 70 дней. От него видно характерный запах и пена. Это говорит о том, что оно готово. Но как же использовать такое зеленое удобрение? Для этого емкость с настойкой нашей мы перемешали, обязательно в перчатках. И набрала я баночку такого удобрения, пол-литровую. И 10-литровое ведро обычной простой воды взяла. Выливаю эту баночку в ведро с водой. Все хорошенечко перемешиваю. Другой палочкой. Получилась такая болтушечка. Такого болотно-зеленоватого цвета. И под каждое растение выливаем. Перед этим у нас прошел дождь. Перед тем, как я поливаю, я выливаю по половине капусты, еще маленькая, пол-литровой баночки. Это своя рассада выращенная на огороде. Вот так под каждое растение. Обязательно по пролитой земле предварительно. Или вот как после дождя, как в моем случае. В азотных удобрениях растения, как я сказала, очень нуждаются. Поэтому обязательно побалуйте их. А осенью вы получите отличнейший результат в виде больших головок капусты. Некоторые используют на своем огороде минеральные удобрения. Они, конечно же, тоже приносят пользу. Но я считаю, что органика наиболее безвредная. И она вообще безвредная. Кроме того, органические удобрения на основе зеленого настоя и настоя навоза. У меня тоже есть такой ролик, можете посмотреть. Они приносят не только пользу растениям, но и почве. Улучшая ее структуру. И таким же образом удобряем перец и томаты. Рассаде при этом должно быть не менее, чем 10-15 дней после высадки в грунт. Она обязательно должна уже прижиться. Точно так же выливаем, сколько она пьет, примерно по половине пол-литровой баночки. Ну и таким же образом я проливаю свои томаты. Ну а если ролик понравился, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями в соц. сетях. Пишите ваши комментарии под видео. Ну а я вам покажу результат, который будет через примерно неделю или 10 дней. Ну а пока, до скорой встречи. Всем пока!